В этом ролике мы с вами рассмотрим пример создания взаимосвязи между элементами различных инфоблоков. Задача достаточно частая на рабочих проектах. Часто нужно вывести информацию о тех товарах, которые участвуют в акциях. При этом у нас акции элементы инфоблока и товары, соответственно, тоже являются элементами инфоблока. Давайте посмотрим, как мы можем это реализовать. Итак, у нас есть инфоблок новости и нам нужно настроить его взаимосвязь с инфоблоком товаров. Первый шаг – это настройка инфоблока и создание свойств, в котором будет храниться привязка. Для этого мы переходим в административный раздел. Переходим к настройкам инфоблока новости. На вкладке свойства создаем новое свойство – товар. Тип выбираем его – привязка к элементам в виде списка. В виде списка просто, чтобы нам было удобнее с ними работать. На самом деле мы можем выбрать любой вариант привязки к элементам. Задаем символьный код. Настраиваем свойства. Выбираем тип инфоблока, к которому мы привязываем. И сам инфоблок. Сохраняем настройки. Теперь перейдем к данным инфоблока. Выберем и отредактируем пару новостей. Появилось здесь свойство товар и выберем взаимосвязь. Установим такую же связь еще для одной новости. Теперь вернемся в публичный раздел. Отредактируем параметры компонента. У нас используется компонент Bittrex Newslist. Выберем свойства, которые будем отображать. Наша новая, которую мы создали – линк от товар. Как видим, на странице сразу же появилась ссылочка на товар, который привязан к текущей новости. Откроем файл template.php и перенесем значение на отдельную строку. Так выглядит немножко аккуратнее. По клику на заголовок товара мы попадаем в карточку товара. То есть минимальная наша задача в данном случае уже решена. У нас есть список новостей. Каждая новость может быть привязана к товару. И по клику на заголовок товара мы переходим в карточку. Чтобы понять, как это работает, давайте распечатаем массив R-Result. У нас создана функция dump, которая выводит на экран массив и значение переменных. Итак, в файле template.php dump R-Result и, соответственно, смотрим, что у нас приходит. Под массив items, в которую попадают все элементы. У каждого элемента есть идентификатор и выводятся другие необходимые значения. Также у каждого элемента есть массив properties, куда попадают значения свойств, и массив display properties, куда попадают те свойства, которые мы выбрали в параметрах компонента. И в списке свойств выводится наше свойство link.cat value соответствует идентификатору элемента торгового каталога, к которому он привязан. В нашем примере это 14. Найдем в каталоге 14 элемент. Ну, сортируем их по ID. 14 элемент. Laura. Теперь проверим, что у нас в публичной части. Value 14. Далее в display properties сможем посмотреть дисплей. В display value хранится, соответственно, уже название этого элемента сразу со ссылкой. Для того, чтобы по клику на ссылку мы переходили сразу на карточку товара, структура URL адресов должна быть настроена корректно. То есть в параметрах компонента каталог настройки ЧПУ должны соответствовать параметрам шаблонов URL адресов в настройках инфоблока. Так как ссылка на привязанный элемент формируется по настройкам инфоблока. В нашем случае это каталог, потом ID раздела и ID элемента. Подведем небольшой итог. Как создать связку между элементами разных инфоблоков? Первый шаг. Мы создаем свойство, в котором будет храниться привязка. И для него выбираем тип привязка к элементам инфоблока. На втором шаге устанавливаем демоданные. На третьем шаге выбираем свойство привязку в параметрах компонента, который выводит список наводнений, и на четвертом шаге проверяем, чтобы ссылки из списка новостей в карточке товара работали корректно. Если что-то работает неправильно, то мы исправляем шаблоны URL адресов в параметрах инфоблока товаров.